Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. Сразу несколько серьезных ДТП произошло в Самаре за минувшие сутки. На улице Белорусская в Кубышевском районе ВАЗ повис на мосту через реку Татьянка. Происшествие попало в кадр видеорегистратора, проезжающего мимо очевидца. Рядом с машиной находилась компания молодых людей, которые пытались втащить ее обратно на проезжую часть. Еще одно ДТП, на этот раз массовое, произошло утром на Волжском шоссе. Там столкнулись сразу четыре автомобиля. Машина разбросала по всей проезжей части. По словам свидетелей инцидента, женщина за рулем красного авто двигалась со стороны поселка Управленческий в город. Видимо, в какой-то момент автоледи не справилась с управлением. Машину вынесло на полосу встречного движения, где малая литражка собрала несколько машин. Есть пострадавшие водители, пассажиры на марке «Девочка». Год строительного бума. В 2017 году в регионе необходимо завершить небывалое количество новостроек и начать еще. На финишную прямую выходит подготовка объектов к Чемпионату мира по футболу. Кроме того, стартует целый ряд амбициозных проектов в строительном комплексе. На совещании с застройщиками губернатор Николай Меркушкин обозначил главные требования. Все работы должны отвечать самым строгим стандартам качества. Олег Зверев подробнее. Минимум четыре новых ледовых дворца будут построены в Самарской области в ближайшее время. Чтобы успеть сделать все, что намечено на 2017 год, нужны стахановские темпы. Об этом шла речь на совещании с застройщиками, которые провел губернатор Николай Меркушкин. Сегодня Самарская область на втором месте по масштабам развития отрасли в ПФО. А на строительство дорог, жилья и общеобразовательных школ губерния получила самую большую федеральную поддержку в стране. Но главная тема совещания – качество новостроек. Господряды получат только те застройщики, которые отвечают самым строгим стандартам. Мы объемы текущего года, что касается бюджетного финансирования, заказов бюджетных, он будет не ниже прошлого года. Будет даже выше. Сейчас то, что мы приняли изменения в бюджет недавно, сессия стоялась, будет февральская сессия. Там тоже будут изменения в бюджет, где появятся дополнительно конкретные объекты. Самарским строителям необходимо подтянуть показатели качества работы. Иначе совсем не факт, что крупные подряды получат именно местные компании. Ведь были случаи, особенно на спортивных объектах, когда строителей приходилось заставлять устранять дефекты. А новостроек будет много. Масштабные проекты запланированы к 50-летию первого автомобиля ВАЗ. Эту программу поддержал президент страны Владимир Путин. Большие объемы предусмотрены программой капитального ремонта. Инвестировать в возведение дворцов спорта готовы нефтяники и газовики. На финишную прямую выходят новостройки к Чемпионату мира по футболу. 17-й год обещает быть непростым. Это завершающий год перед проведением Чемпионата мира. И мы должны закончить строительство всех необходимых объектов. Прежде всего самого стадиона. Обустроить гостевые маршруты. Привести город в порядок. Контроль и учет. Прежде всего, когда дело касается столь значимых объектов, необходимо использовать все ресурсы. В частности, было предложено больше привлекать общественность к оценке новостроек. В том числе, это касается доступной среды для инвалидов. Профессиональное сообщество тоже не должно оставаться в стороне. Для этого в регионе предложено создать градостроительный совет. Олег Зверев, Константин Головин. События. Трагедия унесла жизни, но не смогла заставить замолчать музыку. По всей стране проходят благотворительные концерты в память о погибших в авиакатастрофе в декабре прошлого года. В Самаре также поддержали эту идею и организовали сбор средств семьям погибших. На концерте побывала Марина Матвейшина. Жизнь коротка, музыка вечна. В Самарском доме офицеров благотворительный концерт в честь памяти погибшим в авиакатастрофе. Напомним, в декабре прошлого года самолет Ту-154 потерпел крушение в Сочи. Трагедия унесла жизни 92 человек. Среди них 64 артиста легендарного академического ансамбля «Песни и пляски российской армии» имени Александрова. Мы с ребятами с ансамбля Александрова вместе служили, многих знали, вместе летали в Сирию, выступали на том же самом борту, на том же самом самолете. Они у нас неоднократно на нашей площадке выступали. Мы решили таким образом почтить память погибших ребят. Ну а где ее не почитать, кроме как на сцене. Поэтому, конечно, сцена – это святое место для артиста. Сообщения о благотворительном концерте разместили в социальных сетях. И всего за пару часов было 900 перепостов, рассказывают в Доме офицеров. Продали 500 билетов. Люди перечисляли деньги на специальный счет из других регионов и даже стран. Удалось собрать почти 200 тысяч рублей. Мы сами военные, как бы оба тоже. Поэтому нам это очень близкие люди. Как бы мы чтим память. И концерт тоже немаловажный. Хочем посмотреть наших ребят, как выступают, молодежь. Очень рада, что попались вы. Продажа билетов не прекращалась до третьего звонка. Деньги от продажи билетов перечислят родным и близким погибших артистов. Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События. Вот такая статуэтка приехала к нам из Москвы. Ее привезла редактор нашего телеканала Инесса Панченко. Она стала лауреатом одной из самых престижных премий в стране. Премии Союза журналистов России за профессиональное мастерство. Почетную награду в виде статуэтки быка Инессе вручили за программу «Право на маму» и «Своя дорога». Причем бык символизирует упорство журналистов в достижении цели. И пожелание от жюри премии, цитата, «крепко стоять на ногах и бодаться, если того требует профессиональная необходимость». Эта победа, наверное, была самой неожиданной, потому что, во-первых, очень высокий уровень жюри оценивал Союз журналистов России, декан журналистики МГУ Вартанова. И это, конечно, профессионалы. А теперь коротко о других событиях дня. Пришел в магазин и умер. В одном из супермаркетов в Безенчуке скончался местный житель. По предварительным данным, это связано со здоровьем потерпевшего. Ему было около 55 лет. Мужчина пришел в магазин, потянулся к прилавку и упал. Прибывшие медики констатировали смерть. По факту происшествия проводится проверка. Кольцо на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского заработает уже в этом году. Проект прошел экспертизу. Красноглинское шоссе отремонтируют только после Чемпионата мира по футболу 2018 года, поскольку оно резервное, а не основное. Сейчас все силы будут направлены на завершение реконструкции Московского шоссе и дороги к аэропорту Курумыч. Эти объекты будут сданы в срок, а именно до 31 декабря 2017 года. Министерство культуры Самарской области ищет подрядчика, который отремонтирует кровлю и фасад объекта историко-культурного наследия до музея Фрунзе. Реставрация должна быть проведена до конца 2017 года. Работы проводятся в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу. Начальная цена контракта – 3,5 миллиона рублей. В День Святого Валентина в особняке Курлиной пройдет Ночь Модерна. Она будет посвящена теме любви. Посетителей ждет концерт «Я жду тебя», составленный из шедевров вокальной лирики 18-19 веков. И обзорная экскурсия по музею «Любовь под крылом бабочки». Сотрудники музея Модерна расскажут о хозяевах особняка, о супругах Курлиных и об истории их семьи и постройки дома. В первой половине наступившей недели в Самарской области морозов не ожидается. Как утверждают синоптики, теплый воздух Атлантики, преодолев длинный путь через Северные моря, начал пробиваться в наш регион. С собой он несет небольшой снег и температуру близкую к значениям, характерным для этого времени года. Днем минус 5-10, ночами минус 10-14. Такая погода продержится минимум до среды. Машины, которые проложат дорогу к будущим открытиям в науке и технике. Пока же только детский конструктор. В Самаре прошел чемпионат по робототехнике для дошкольных учреждений. Местом действия стал самый большой в Европе детский сад в микрорайоне «Крутые ключи». Соревновались более 20 команд. С участниками пообщался Олег Зверев. Они еще только собираются в первый класс, но уже создают свои чудеса техники, а сегодня уже защищают свои разработки почти как диссертации. Это чемпионат города по робототехнике для воспитанников дошкольных учреждений. Иван и Ульяна из детского сада номер 374 представляют комплект машин для сельского хозяйства. В будущем каждый мечтает создать своего робота. Вот создать такую машину, в которой было бы место для робота, и робот во время поездки мог выпрыгнуть и поехать на задание, на какое-нибудь любое. Помогать людям. В таких вот ситуациях, если вот забыл телефон, а без телефона никак, то он съедет быстро за телефоном и все, и привезет. Откуда у него ключи от дома? Он же робот. Он же робот. Робототехника сегодня в тренде для любого возраста. Многие родители начинают учить своих детей с трехлетнего возраста. Это не просто увлечение. Сегодня конструктор Лего, а завтра профессиональный выбор будущего инженера. А значит, будут новые технические решения в создании автомобилей, ракет, самолетов и автоматических систем. Если мы смотрим на детей и даем задания, они творят за секунду такие модели, что нам, взрослым, вообще некоторым даже не дано по жизни сделать то, что делают дети. Очередная партия гений из нашего сада выйдет. В городском чемпионате приняли участие более 20 детских команд. И, как правило, те воспитанники, которые сейчас собирают роботов, идут в технические школы, чтобы продолжить занятие увлечением, которое дальше может стать профессией. Олег Зверев, Константин Головин. События. Все краски народного творчества можно увидеть в музее Алабина. Там открылась выставка «Рожденные в сердце России». Мастера со всех уголков Самарской области привезли туда свои творения. Техники поражают разнообразием. От полузабытого самарского кружева до популярного и сегодня гончарного дела. Валерия Макарова побывала на открытии. Это самарское кружево. Мастеров, умеющих его плести, в России по пальцам пересчитать. И почти всей Самарской области. Специалисты это называют филейно-гипюрной вышивкой или вышивкой по сетке. Техника сложная. Так на одну кружевную дорожку у мастерицы из Безенчука ушел целый год. Вначале плетется сеточка, натягивается на специальные пяльцы, составляется из элементов вышивки орнамет и вышивается, переносится при помощи иголки штукорной и нитки на полотно. На выставке «Рожденные в сердце России» собраны, кажется, все виды народного творчества. Здесь и гончарное дело, и бисероплетение, и валяние, ткачество, ковка и даже плетение из лозы. Более 700 работ поступило на отборочный этап фестиваля, и только лучшие попали на итоговую выставку. Отдельным призом жюри обещает отметить самый активный район области, где развивают прикладное творчество. Этому муниципальному образованию будет вручен сертификат на участие трех мастеров с их территории в одном из выставочных всероссийских проектов. Вот это будет такая новинка. Тематика фестиваля меняется каждый год. В этот раз мастера создавали работы «Году кино». На выставке можно встретить образы из 12 стульев, кавказской пленницы и вечерах на хуторе Близди Каньки. Выставка будет работать в музее Алабина до 19 февраля. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов, события. Уступите парню лыжню. В Самаре прошли соревнования для любителей лыжного спорта. Парк дружбы превратился в спортивную арену, где проявить себя могли как дети с ограниченными возможностями здоровья, так и все желающие покататься. Морозный воздух, хорошее настроение и элемент конкуренции. Атмосферой зимнего праздника прониклась Марианна Мирная. Данилу Дайбова на лыжи поставил дедушка, как только мальчик начал ходить. Так что на снежной трассе он чувствует себя как рыба в воде. Победа в соревнованиях не главная, считает юноша. Самое важное – эмоции, которые получаешь от спорта. Я просто получаю именно само удовольствие не во время лыж, а уже после него. То есть, когда ты уже садишься, отдыхаешь, и ты, я не знаю, такой просто впрыск, я не знаю, как адреналины, эндорфинов, вот это вот удовольствие. От семи лета до бесконечности в соревновании «Малая лыжня» могут принять участие все желающие, даже те, кто никогда не стоял на лыжах. В лыжном спорте, как и в любом другом, конечно, есть свои правила и порядки. А что же касается выбора инвентаря, вот здесь все индивидуально. Говорят, что для новичков лучше использовать более короткие лыжи, а вот палки, наоборот, должны быть более длинными, чтобы они не проваливались в снег при ходьбе. Километр 2 и 3. Дистанции разные для всех групп подготовки. У каждого спортсмена индивидуальный электронный старт. Это позволяет не ошибиться в подсчете результатов в лыжной гонке. Обязательное условие одно – зарегистрироваться у организаторов и вперед к покорению лыжни. Также есть люди, которые просто по парку гуляют, и им интересно вдруг, что это такое за мероприятие. Куча детей, конечно, интересно поучаствовать. И подходят, участвуют, действительно. К тому же мы предлагаем прокат бесплатной лыж. Соответственно, любой участвующий, любой желающий может поучаствовать в этом мероприятии. Призеры соревнований получат сладкие подарки. Итоги подведут через несколько дней в торжественной обстановке. Марьяна Мирная, Максим Гусев, События. А вот о каких событиях мы расскажем в следующих выпусках. В самарских школах идет прием в первые классы. В этом году ожидаются более 13 тысяч первоклассников. Свои секреты самарским школьникам раскроет бункер Сталина. Экскурсию проведут сотрудники МЧС. Поход для настоящих мужчин. 180 километров от Борского до Самары. Казаки преодоляют на лошадях. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже почти 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Считайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин